здравствуйте товарищи друзьям дядя доктор это буду я мой халатик в чемодане стетоскоп всегда в кармане голову при случае займем это известная студенческая медицинская песня которую мы напевали очень давно я 22 даже больше наверное лет назад но в принципе этой песне хочу начать наш сюжет нашего интернет-сериала загрузить здоровье посвященном стетоскопу типичная ситуация в средствах массовой информации когда врача врача всех специальностей представляют как доктора в таком белом халате у которого на шее стетоскоп ну на самом деле открою вам секрет не все специалисты используют свои практики стетоскоп и тем более носят его на шее ну надо сказать что и врачи хирурги и врачи урологи все-таки используя стетоскоп потому что достаточно очень можно мощный инструмент для того чтобы исследовать своего пациента и получить о нем исчерпывающую информацию есть только очень серьезное отличие между тем как стетоскоп носит врач уролог врач хирург и врач терапевт врач терапевт носит стетоскоп на шее а врач хирург и врач уролог носят его в кармане ну и зачем стетоскоп в нашей клинической практике зачем стетоскоп пациенту в домашних условиях будем разбираться в нашем интернет-сериале загрузи здоровье и в его очередном эпизоде посвященном электронному стетоскопу и зачем он нужен в домашней аптечке давайте будем разбираться в этом вопросе мне же в нашем видеосюжете не очень удобно иметь стетоскоп в кармане я его повешу на себе на шею хотя это не свойственно для врачей урологов и хирургов ну мне так будет удобнее с вами общаться собственно для чего нам нужен стетоскоп стетоскоп нужен для того чтобы осуществлять аскультацию это выслушивание звуков в организме в принципе слова аскультацию и то есть выслушивание мы можем выслушивать различные органы в нашем организме в нашем организме организме нашего пациента аскультация как метод исследования пациента очень известен давно еще в период гиппократа он активно использовался в клинической практике врачей тех людей которые занимались врачеванием надо сказать что с помощью аускультации можно исследовать не только легкие мы всегда привыкли для себя представлять ту ситуацию когда с помощью вот стетоспан эндоскоп или стетоскопа можно исследовать шум трения player левры дыхание легких проведение каких-то шумов из бронхов но на самом деле легкий это не единственный орган который может исследоваться с будь с помощью стетофан эндоскопа еще стетоскопа можно исследовать тон и сердце можно исследовать шумы различные патологические сердца но на этом не исчерпывается возможности аускультации аускультация соль используются для исследования перистальтики кишечника очень важный и тонкий момент в хирургии зачем собственно говоря врачу урологу и хирургу собственно говоря стетофан эндоскоп когда проходишь на обходе пациента и пациент после какой-то абдоминальной операции операции на почках очень важно послушать перистальтику кишечника и ты достаешь своего кармана стетофан эндоскоп прикладываешь животу и слышишь эту перистальтику эту ожидаемую перистальтику потому что в ближайшие дни в ближайшие часы и после абдоминальной операции кишечник замолкает и не движется и после того как кишечник начинает двигаться это для хирурга в общем то отметка то что ход операции ход выздоровления пациента движется очень правильно также с помощью ауккультации можно выслушивать тоны которые имеются на крупных сосудах при берем примеру при пережатии их это известный тон короткого с помощью которого мы исследуем артериальное давление организм могут появляться различные патологические образования какой-то жидкость скопление жидкости ли наоборот уплотнение и с помощью стетофан эндоскопа можно как раз таки выслушать в том числе и эти образования их исследовать до того как мы используем другой метод диагностики примеру ультразвуковую диагностику или различные методы рентгенологических исследований у женщины в беременной матке можно с помощью ауккультации выслушать сердцебиение плода это очень важный аспект для того чтобы определить состояние здоровья у женщины которая является беременной в эволюции ауккультации были три ключевые вехи это тот период когда врач просто ухом прикладываясь к телу пациента выслушивал различные шумы но это на самом деле было неудобно не очень гигиенично и тогда вот возник этот второй период с 1816 года когда рене ланек так спонтанно достаточно изобрел вот этот стетоскоп он пришел на прием одну из своих женщин пациентка нас это было тучное для того чтобы исследовать ее шумы со стороны легких и сердце он просто взял спонтанно и скрутил с бумаги трубочку одной части этой трубочки он приложил себе уху другой части он приложил к телу пациентки своей и о чудо он увидел и услышал достаточно усиленный звук который передавался с от этой пациентки с помощью ауккультации и собственно говоря с этого момента появился стетоскоп стетофонендоскоп мы с вами знаем вот тот самый стетоскоп или тут спонтанный который сделан из трубочки рене ланеком я вот здесь нарисовал это такой а период был 2 2 2 веке развития стетоскопа 2 б период возник возник возникновение стетоскопа это был специально такая трубочка который вот часто мы знаем и видим у гинекологов акушеров гинекологов для исследования сердцебиение плода это такой акушерский фонендоскоп потом появился стетоскоп это просто была обычная мембрана и в следующем этапе уже появился стетофонендоскоп вот такой как как у меня собственно говоря который имеет две две части их можно переключать между собой собственно и от этого использовать в различной ситуации тот или иной тот или иной поверхность вот этого стетофонендоскопа такой стетофонендоскоп называется стетофонендоскоп рапопорта помощью такого недорогого простого инструмента врачам удалось услышать аускультировать у пациента довольно таки усиленный звук и соответственно получать более полезную информацию для принятия своего клинического решения появилось удобство соответственно врач находился от пациента на каком-то расстоянии мы не надо было ухом прикладываться к поверхности тела пациента пациенты разные бывали здесь и какие-то физиологические аспекты и чисто социальные аспекты моральные аспекты когда допустим врачу необходимо выслушать сердцебиение на передней грудной клетки молодой пациентки соответственно должен раздеть и ухом приложиться к передней грудной клетки а у женщин здесь имеется молочная железа и не все женщины в общем-то с удовольствием допускали к себе к этому месту своих врачей соответственно расширились возможности для исследования появилась возможность очень тонко аускультировать состояние кишечника сосудов соответственно ухом то невозможно выслушать вот эти шумы короткова с помощью стетофонендоскопов пожалуйста очень хороший метод чтобы чтобы выслушать шумы на сосудах ну и третьей вехой развития стетофонендоскопа это было появление электронного стетоскопа который представляет собой собственно говоря обычный стетоскоп ну у которого есть соответствующий преобразователь но по большому счету микрофон который преобразует обычные шумы которые он получает вот через эту мембрану в соответствующие соответствующие колебания в цифровом виде которые могут передаваться и врачу на наушники и передаваться в компьютер и смартфон сейчас достаточно большое количество разнообразных электронных стетоскопах от того что просто включается сюда в обычный стетоскоп модуль и человек просто врач пользуются обычными ушами здесь используют модуль который оцифровывают данные до того что насадки на обычный смартфон превращают его в цифровой стетоскоп теме устройства стетоскоп у нас посвящен отдельный эпизод нашего интернет сериала предлагаю вам посмотреть именно его что же нам дает электронный стетоскоп ну в первую очередь это конечно оцифровка данных их формализация то есть убирается субъективный момент при оценке информации полученные с помощью аускультации с помощью выслушивания и это мы можем оцифровать представить виде графических изображений как правило таких колебаний которые известны нам допустим любом плеере когда мы запускаем визуальном образе видны эти колебания собственно говоря это ничем не отличается то та информация которая получается с помощью стетоскопа то информация которая есть допустим в песнях или ком-то разговоре человек соответственно когда мы оцифровали данную нас появляются очень интересные возможности во первых передавать на любое расстояние эту информацию оцифрованную с помощью стетос фонендоскопа соответственно у нас запускается такое понятие как телемедицина то есть можно удаленно получать информацию допустим с какого-то органа или с какой-то системы и передавать ее своему врачу цифровые данные позволяют накапливать информацию как в истории болезни этого пациента так и глобально накапливать информацию и потом ее анализировать помимо этого появляется возможность совмещать различные методы нас вот аускультацию например самый известный фонокардиография достаточно давно и хорошо зарекомендовавший себе метод диагностики это когда электрокардиография вот таки рст известный вот этот вот значит колебания электрического электрического сигнала снятого с сердца на накладывается на аускультацию то есть тот же самый статокоп который оцифровывает информацию устанавливается в верхушке допустим сердце с помощью аускультации мы можем визуализировать с вами тонны сердца увидеть этот 1 2 3 даже 4 тонны которые не всегда можно услышать обычным обычными ушами обычного врача таким образом в ходе эволюции наш пациент все больше и больше отодвигается от врача сначала вот он прям врач был рядом с пациентом ухом прям слушал его потом появился вот это стетоскоп а теперь появился и электронный стетофонендоскоп с помощью которого вообще в принципе врач может находиться совершенно на бесконечно далеком расстоянии своего пациента и это открывает огромные возможности для того чтобы использовать метод аускультации уже в домашних условиях собственно говоря для этого такой инструмент очень несложный очень недорогой может оказаться в домашней аптечке у наших пациентов спасибо большое за внимание специально для канала эвэкей до следующих встреч